Слово творчества, звукотворчества и краскотворчества. Если найти правильный источник вдохновения, то границ для фантазии нет, уверены запорозские школьники. Решили проиллюстрировать поэзию легендарного российского футуриста Велимира Хлебникова. На рисунках кузнечики, казаки и фантастические персонажи. Все не лишены поэзии. Крылышкуя золотописьмом, тончайших жил, кузнечики. Оригинально, необычно и непривычно. Такие эпитеты, как правило, звучат в адрес стихов российского поэта Велимира Хлебникова. Авангардист жил в начале 20 века, но его творчество знают и любят и сейчас. Причем не только на родине. Его очень хорошо знают во всем мире. На Востоке, но и в Америке, в Европе считают, что это один из крупнейших авангардистов в русской литературе. Он во многих сферах был новатором. Это человек, который мыслил каким-то космическим мышлением. О творчестве этого автора знатоки литературы могут говорить часами. У каждого о поэте свое мнение. Сходится на одном. Хлебников однозначно неоднозначен. Взрослые озадачены, а вот дети не теряются. Стихи поэта футуриста Велимира Хлебникова – отличное поле для визуальных импровизаций, уверены юные таланты. На этой выставке представили свои самые смелые визуальные эксперименты. Стены библиотеки – словно одна большая иллюстрация к стихам поэта. В пестрой мозаике и работа Оли Юферевой. Она посвящена произведению Хлебникова. Он как бы играл со словами. Он их перестраивал, как ему нравилось. И поэтому получались очень необычные и интересные стихотворения. Поэзия вдохновляет не только на живопись, но и на музыкальные этюды. Священник Вячеслав Ласенко вместе с коллегами импровизирует на тему хлебниковских произведений. Говорит, любимых стихов много, так что выбрать один непросто. Ли-ю-лео пелся облик, дзин-зин-зин-зео пелось цепь. Так на холсте каких-то соответствий, вне протяжения жило лицо. Очень глубокое стихотворение. Тут сочетание пессионизма и вообще вопроса философского о личности. Этот фестиваль Велимира Хлебникова уже третий по счету. Каждый раз организаторы стараются приготовить что-нибудь новенькое. Фото детских шедевров обещают разместить на официальном сайте фестиваля. А сами картины отправятся в Астрахань в музей поэта.